Всем привет! С вами инженер-электрик Икимов Игорь. Сегодня рассмотрим однофазное реле напряжения NT263S от компании HS-Electro. В прошлом ролике я разбирал трехфазное реле напряжения от этой же компании. Ссылку на ролик и сайт компании я оставил в описании. У меня на канале планируется еще много роликов по электрике и не только. Подпишитесь на канал, чтоб их не пропустить. И конечно поддержите ролик лайком и репостом. Подключим напряжение к реле. При подключении реле тестирует сеть в течение 5 секунд и подключает нагрузку. Пока нагрузка не подключена, индикаторы мигают. Чем интересна данная реле напряжения тем, что оно контролирует не только напряжение в сети, но и ток. Значение этих двух параметров оно показывает на своих индикаторах. Это напряжение и ток. В результате, данное реле защищает от перенапряжения, пониженного напряжения и повышенного тока в нагрузке. При срабатывании защиты последние значения напряжения и тока сохраняются в энергонезависимой памяти. Данное реле напряжение устанавливается в сухом непыльном месте. Реле имеет довольно качественный корпус и предназначено для установки на один рейку. Оно занимает два посадочных места. Имеет стандартные контакты для подключения проводов, что позволяет зажимать провода до 16 мм квадратных. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. При покупке не забывайте проверить, чтоб был заполнен гарантийный талон. Данное реле напряжения выдерживает входное напряжение до 400 вольт, что позволяет ему удерживать практически любой перекос фаз. Данное реле рассчитано на ток 63 ампера. Есть модификации на 40 ампер и на 50 ампер. Значение срабатывания по перенапряжению регулируется с 230 до 270 вольт и по пониженному напряжению от 120 до 210 вольт. Также можно регулировать ток защиты, дублируя номинальный ток входного автомата. Это можно использовать для ограничения потребляемого тока на определенных участках сети или в целом на всем защищаемом помещении. Время срабатывания защиты по напряжению фиксированное. Оно приведено в таблице. Время срабатывания защиты зависит от того, насколько сильно отклонилось напряжение сети. Это позволяет исключить отключение нагрузки при небольших кратковременных отклонениях напряжения сети. Напряжение подается сверху на реле, к клейме IN подключается фаза, к клейме N подключается 0. Снизу подключается нагрузка. Схему подключения вы видите на рисунке. При необходимости между реле напряжения и нагрузкой можно поставить узо. Давайте разберемся, как настроить данное реле напряжения. Для начала настроим нижний уровень напряжения. Для этого нужно нажать кнопку минус. При удержании более 3 секунд сразу начнется режим настройки. Кнопками плюс-минус устанавливаем необходимое напряжение. По умолчанию это напряжение 180 вольт. Для большинства случаев это напряжение можно оставить. Настройка уровня защиты от перенапряжения и защиты по току имеют свою особенность. При нажатии кнопки плюс более 3 секунд реле переходит в режим настройки верхнего порога напряжения. По умолчанию это 250 вольт. Я обычно ставлю 255 вольт. В процессе настройки мигает точка на верхнем индикаторе. После настройки верхнего уровня напряжения через 3 секунды реле переходит режим настройки защиты по току. При этом начинает мигать точка на нижнем индикаторе. Кнопками плюс-минус настраиваем уровень защиты по току. Я обычно ставлю его таким же, как ток автомата, который стоит перед реле напряжения. Это позволяет отключить нагрузку, когда входной автомат работает с перегрузкой. О том, как рассчитывать уровни напряжения я рассматривал в других роликах, ссылки я оставил в описании. Чтобы настроить время задержки включения после срабатывания защиты, нажимаем часики. Через 3 секунды мы переходим в режим регулировки задержки включения по напряжению. При этом мигает точка на верхнем индикаторе. По молчанию это 5 секунд. За это время реле тестирует напряжение в сети. Если оно в пределах нормы, то оно включает напряжение. Если у вас в нагрузке есть бытовые приборы, содержащие компрессоры, то это значение рекомендуется поднять до уровня минимум 300 секунд. Компрессор содержат холодильники, кондиционеры, краскопульты. После настройки задержки включения по напряжению реле перейдет в режим настройки задержки потоку. По умолчанию это значение 10 секунд. Я обычно это значение оставляю. Если в течение 10 минут защита потоку сработает три раза, то реле блокируется и будет высвечиваться ошибка. Прг. Следует уменьшить нагрузку, а потом нажать любую клавишу. Также ошибка возникает, если реле внутри своего корпуса нагревается более 70 градусов. В этом случае следует проверить клеймные соединения, температуру места, где находится реле, а также вентиляцию этого места. С помощью клавиш ИИ можно проверить, по какому параметру было последнее срабатывание реле. Так как у меня такого срабатывания не было, у меня отображают одни нули. Показания вольтметра можно подкорректировать. Для этого вместе нажимаем часики и кнопку ИИ. С помощью клавиш плюс-минус мы можем установить точное значение вольтметра. Вот мы и разобрали работу с реле напряжения NT263S от компании HC-Electro. Если остались вопросы, пишите в комментариях или их задавайте производителю. Ссылка в описании. Также интересен ваш опыт работы с данным реле. Буду благодарен вашим лайкам и донатам. Они стимулируют меня делать новые ролики. Поделитесь видео с теми, кому это может быть интересно. Подпишитесь на канал и до встречи в новых и старых роликах.